Здравствуйте, уважаемые телезрители! На протяжении ближайших 10 минут с вами программа Спортинформ и я ее ведущий Сергей Мисурагин. Новополоцкий Нафтан вышел в 1-4 Кубка Республики Беларусь. По сумме двух матчей наши земляки обыграли Брестское Динамо. Футбольный клуб «Витебск» первый домашний поединок против Солигорского «Шахтера» завершил в ничью 1-1, а вот на поле соперника уступил со счетом 0-2. Таким образом, витебляне покидают Кубок Республики Беларусь. Сводний поединок «Витебске» не вызвал ажиотажа среди болельщиков. Слишком много они оставили эмоций, поддерживая команду в нынешнем чемпионате. И тем не менее, самые ярые сторонники Витебского клуба пришли посмотреть на подопечных Сергея Ясинского. Болельщики, конечно, хотели больше по ходу чемпионата. Перед началом чемпионата хотели бороться за медали. Но так же, как невозможно от двухлетнего ребенка требовать понимания жизни, так и не стоит от клуба, который первый год вернулся в высшую лигу, сразу требовать больших результатов. Надо пройти постепенно, шаг за шагом. Поэтому первый шаг, я считаю, что в этом году выполним. То есть команда вернулась в высшую лигу и закрепилась. Следующий сезон будет еще сложнее, но это уже дела следующего года. Соперники начали встречу без предварительной разведки. Солигорцы, как и подобает фавориту, захватили инициативу и повели наступление на ворота хозяев. Витебляне держали удары и отвечали острыми контровыпадами. Но благодаря самоотверженной игре защитников и вратарей на табло долго горели нули. Первый забитый мяч болельщики увидели лишь на 45-й минуте. Ошибкой хозяев воспользовался Николай Януш. Подопечные Сергея Ясинского не выключились из борьбы и до последнего искали счастье в чужой штрафной. Наградой для наших земляков стал гол в компенсированное арбитром время. Счет сравнял витеблянин Филипп Постников. Ну а в ответном поединке, который проходил в Солигорске, хозяева уверенно переиграли витеблян со счетом 2-0 и вышли в следующую стадию турнира. Новополучане крупно проигрывают, витебляне берут верх в серии послематчевых буллитов. В очередном туре чемпионата Беларуси Химикс Ка на своей площадке со счетом 1-5 капитулировал перед столичной юностью. Хоккейный клуб «Витебск» взял реванш за поражение в первом круге от Бреста со счетом 5-4. Мы в Бресте проиграли, но все-таки надеемся на реванш. Естественно, настраиваемся на победу, настроение боевое, хорошее и будем надеяться, что мы сегодня выиграем. В этой ситуации болельщики ожидали, что витебляне смогут развить успех, но игра стала разворачиваться по совершенно иному сценарию. Хозяева стали много удаляться, причем в ситуациях, которые не требовали излишней грубости. Соперник мгновенно этим воспользовался и дважды зажег красный свет за воротами Витебска. В следующем периоде ситуация вообще стала критической. Брестовчане повели со счетом 3-1. И здесь наши земляки смогли снова включиться в игру. Они не только сравняли счет, но и вышли вперед. К сожалению, героический рывок не стал переломным в этом матче. В заключительной третьей встрече гости снова уравняли шансы. Дополнительное время победителя не выявило. А в серии послематчевых булитов решающий бросок на свой счет записал витеблянин Александр Коголев. Витебский областной баскетбольный клуб снова порадовал своих болельщиков. Подопечные Руслана Байдакова одержали вторую кряду Викторию в нынешнем розыгрыше. На этот раз была повержена команда Белорусского экономического государственного университета 86-74. Эта Виктория позволила подняться нашим землякам на четвертое место в турнирной таблице. Столичные студенты приехали в Витебск в приподнятом настроении. В предыдущих поединках с конкурентами они неизменно брали верх и теперь стремились продолжить победную серию. А вот витебляне были обеспокоены. Подготовка к чемпионату проходила в сжатые сроки. Функциональная готовность игроков вызывала вопросы. Я не знаю сможем ли мы противопоставить что-то, потому что я думаю, что мы сейчас в большей степени не готовы физически. Если получится сегодня все-таки как-то преодолеть этот барьер, то может быть мы и сможем показать хороший результат. Тем временем две стартовые четверти прошли в равной борьбе. Соперник набирал очки за счет хороших командных взаимодействий, а витебляне решали эпизоды за счет индивидуального мастерства. После трех четвертей на табло была ничья 58-58. Все решилось в заключительном периоде, где у баскетболистов областного центра открылось второе дыхание. И они сделали мощный рывок вперед. Чтобы организовать погоню, силы времени у студентов уже не было. Они капитулировали 86 на 74. 13 ноября во всем мире отмечался Международный день слепых. Целью мероприятия является напомнить населению о тех людях, которые навсегда лишены возможности видеть окружающий мир. Витебске прошел пятый юбилейный турнир по голболу на призы предприятия «Элект» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Борьбу за почетные трофеи вели команды из России, Беларуси и Украины. Голбол – специфический вид спорта для инвалидов по зрению. Он был изобретен в 1946 году для реабилитации инвалидов Второй мировой войны. Чтобы играть в голбол, нужно обладать как минимум тремя навыками. Хорошо ориентироваться в пространстве, иметь неплохую физическую форму и, главное, чтобы между игроками было взаимопонимание на площадке. Все это и продемонстрировали участники соревнований. Ведь опытом не занимать хозяева турнира являются чемпионами Беларуси, а россияне – действующие чемпионы Европы. А потому у организаторов появилась мысль в следующем году поднять турнир на качественно новый уровень. Мы надеемся, что в следующем году или в ближайшее будущее этот турнир перетечет в разряд международных сборных команд. То есть будем пока планировать участие национальных сборных – России, Литвы, Украины, Польши и так далее. Председатель Витебской областной организации и Белорусского общества инвалидов по зрению Константин Ломчановский подчеркнул, что это не единственный проект, который будет реализовывать в областном центре. Сегодня появляются уже новые виды спорта, такие как голбол, торбол. Сегодня появляется мини-футбол для полностью незрячих людей по специальным правилам. Сегодня появляется теннис для незрячих. Вот мы в следующем году будем проводить турнир по шоу-дауну. В соревнованиях мужских команд почетные трофеи оспаривали коллектив города Королева, который является вице-чемпионом России, и сборная команды Витебска. Наши земляки оказали достойное сопротивление, но более опытный соперник взял верх со счетом 11-6. В женском турнире на первых ролях были только российские команды. И это не случайно. У меня здесь у нас три команды, женская команда, в составе трех женских команд представителей сборной России. То есть это Вологда, три представителя сборной России, это Калуга и это Тула, два представителя. То есть это как бы я как старший тренер еще просматриваю всех кандидатов в сборную России. В напряженном финале победила команда Калужской области. Представительницы Вологодской стали серебряными призерами. Бронза на счету туловчанок. Наши землячки оказались за чертой призеров, но приобрели бесценный опыт в общении с профессионалами. Золотой фонд отечественного спорта. Именно такое сравнение подходит к заслуженному тренеру страны, отличнику образования Республики Беларусь Эдуарду Янушковскому. На днях он отметил 80-летний юбилей. Опытный педагог и тренер прошел нелегкий жизненный путь. Он пережил оккупацию родного Витебска, концлагерь 5-й полк, трудности восстановления страны. С энтузиазмом включился в спортивную профсоюзную работу. У него немало собственных наград, но наиболее ярко Эдуард Антонович проявил себя в тренерской деятельности. В 70-е и 80-е годы прошлого века Витебская школа бокса была известна во всем Союзе. Ее воспитанники выступали и побеждали на крупных международных турнирах. Эдуард Янушковский по случаю юбилея получил много наград, в том числе гранту областного исполнительного комитета. Юбилейную медаль в честь 110-летия профсоюзного движения в Беларуси. Сам юбиляр с высоты прожитых лет подчеркнул, что главное в жизни быть здоровым и добросовестным человеком. Самое главное, чтобы было здоровье у всех. Когда будет здоровье, тогда будет все идти своим путем, тем, которым хочется. Ребята, которые трудятся, успехуем, трудолюбие в своем деле. Ну и, естественно, нужно быть всегда порядочным по отношению к своим друзьям. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи через 7 дней. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok